Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Алексея Галкина, который уже был обвинён в заведомо ложном доносе на сотрудников исправительного учреждения, сейчас отбывает за это повторные наказания. Ну и я так понимаю, что вас в качестве свидетеля по этому процессу вызывали. Мы об этом уже говорили просто. Уже по-другому. То есть там ещё одно уголовное дело. Следующее. Вот по нему в качестве свидетеля. Хорошо. Мы к этой теме обратимся. Но немножко попозже. Сначала я бы хотела всё-таки мостик перекинуть от нашего эфира в дневном развороте. Мы, я помню, обсуждали катастрофу Ан-148 под Москвой. Компании саратовских авиалиний, которые в том числе занимаются перевозками по рейсу. Киров-Москва, Москва-Киров. Пассажиров из нашего региона. Вот в какой связи я хотела с вами поговорить. В Фейсбуке, начиная со вчерашнего дня, довольно активно. На Кировском в Фейсбуке обсуждается эта тема. И в частности высказывается, ну не то чтобы претензия, скажем так, а непонимание некоторыми жителями города в адрес областных властей. Претензия в том, что достаточно неоперативная была реакция. То есть никто не пояснил после того, как это случилось, что область дальше будет делать с перевозчиком. То есть саратовские авиалинии и компания, которая закрывает достаточно большое количество рейсов на Москву. Да, там ещё есть Рослайн. Они сняли с эксплуатации и использования временно самолёты Ан-148. То есть пока перевозят другими бортами кировчан. Вроде бы работают по расписанию. Но все эти комментарии приходилось запрашивать. Запрашивать журналистам. То есть там позиции такой вот оперативной не было озвучено. Вот по позиции правительства Кировской области, ну я не знаю, почему там не было такой коммуникации и объяснения людям, что нам делать дальше с этой ситуацией и с этой авиакомпанией. Мне кажется, было бы разумно отреагировать сразу же и там рассказать, какие меры предпринимаются по выяснению там с авиакомпанией. Что не так с их парком самолёта. Как будем поступать дальше. Ну и эту информацию, по крайней мере, жителям внятно чётко объяснить. Потому что люди находятся в шоке после большой трагедии. И стало известно, что буквально этот же борт летал из Кирова. То есть днём раньше... 8, 9, 10 февраля он вёз пассажиров по рейсу Киров-Москва. Да. И днём раньше это могло бы произойти с нашими жителями. То есть я понимаю, люди находятся в шоковом состоянии, у них много вопросов. То есть на эти вопросы желательно, конечно, получить наиболее быстрые и точные ответы. И от кого получить? Ну, разумеется, и от авиакомпании, но и, разумеется, от правительства Кировской области. Потому что правительство Кировской области имеет непосредственное отношение к заключаемым контрактам на перевозке, к деятельности объекта, находящиеся на их территории. Хотелось бы. Ну, я думаю, что в рабочем порядке, конечно, там движение какое-то началось, но жителям об этом ничего не известно. Ну, в официальном комментарии, по крайней мере, говорится о том, что в штатном режиме идут поиски новых перевозчиков, которые могут работать в нашем регионе. То есть нет такого, как в Оренбургской области, где практически мгновенно отказались от услуг саратовских авиалиний. Но у нас сегодня в эфире Ирина Левина «Эхо Москва в Оренбурге» поясняла, что рейс «Орск-Москва» и «Москва-Орск» — это был единственный рейс, который выполняли в Оренбургской области саратовские авиалинии. Ну, поэтому они оперативно заменили другим перевозчикам и Шавиа, и, собственно, вот, сразу же отказались. Но там, понятно, да, большая трагедия в регионе. Вот у нас такого, что вот кто-то сказал бы раз, и мы там прекращаем сотрудничество, такого нет. Наоборот, говорится, что мы продолжим сотрудничество с саратовскими авиалиниями. Саратовские авиалинии, я напомню, там они пришли на замену, да, фактически победе, которые возили пассажиров на новых «Боингах». Вот, а сейчас, судя по тому, что сообщают федеральные СМИ, после отмены Ан-148, там, временной приостановки их эксплуатации, летают на «Яках-42» и на «Эмбраерах». «Эмбраеров-2», по-моему, компании, «Яков», кажется, «7». Ну вот, и средний возраст «Яков» — 30 лет. Ну, я думаю, что все равно обсуждать, чем заменить, на что заменить, кем заменить, какой авиакомпании заменить, это там сложные организационные, экономические, технические решения, которыми не должны заниматься специалисты. А не специалисты, то есть жители Кировской области, пассажиры, там, потенциальные пассажиры, будущие пассажиры, там, их родственники, просто жители Кировской области, имеют право знать, какие действия или бездействия предпринимает правительство в отношении, там, ну, в такой вот нештатной ситуации. Олег, как вам кажется, пассажиропоток упадет на рейсах Киров-Москва, или этого не случится, или это будет временный? Я думаю, что это будет временный, там, спад пассажиропотока, то есть, конечно, многие люди, там, реагируя на эту трагедию, опасаются пользоваться услугами авиаперевозчика и других авиаперевозчиков тоже. То есть, это не прибавляет оптимизма людям, когда они, там, выбирают варианты маршрута от Кирова до Москвы. Но, тем не менее, я думаю, что авиаперевозки все-таки как класс сохранятся. То есть, все-таки отказываться от авиасообщения, там, с Москвой не будут из-за этой трагедии. Ну, я должна еще отметить, что было такое мнение, тоже в социальных сетях озвучено. Может быть, имеет смысл как раз не отказываться от услуг саратовских авиалиний, потому что, ну, после случившегося, конечно, в компании пройдут проверки всех возможных уровней, да, и вот уж, там, качество работы будет, там, от и до исследовано. Вполне возможно. То есть, я надеюсь, что все-таки предстоящие проверки позволят повысить безопасность на авиамаршрутах. Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области у нас в эфире. Есть еще одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить. Тема тоже минувших выходных в субботу в Кирове прошла пресс-конференция, которую организовали жена Никиты Белых, Екатерина Белых, Екатерина Рейферт, так ее, да, знают некоторые, Андрей Грохотов и еще адвокат Екатерины, насколько я помню, его фамилия Беркун, да? Вот, я не знаю, вы как-то следите за этой темой или нет? Я читаю там репортажи из зала суда, я читаю какие-то пресс-релизы, выступления, отдельное мнение. Конечно, эта тема интересует меня как жителей Кировской области. Ну, что здесь пояснить? То есть, пресс-конференция, то есть, состоялся приговор. Это насколько частое явление вообще, что после приговора сторона обвиняемого, ну, вот какие-то такие публичные вещи организуют? Это не очень частое явление, но я думаю, что в данной конкретной ситуации это все объяснимо. То есть, сторона защиты решила приехать в тот регион, где фигурон дела был губернатором и объяснить всем заинтересованным, кто пожелает прийти, в чем же суть дела, если кто-то еще не слышал, не читал, то есть, объяснить из первых уст свои впечатления и свое отношение к этому делу. То есть, каким-то образом сформировать общественное мнение, то есть, разъяснить все неясные вопросы. А зачем его формировать? Ну, это честь человека. Если там сторона защиты считает, что его честь там пострадала и что обвинение там не выдерживает критики, то это их право приехать и объяснить тем, кто пожелает это услышать. — Просто разные высказываются совершенно версии по поводу того, какие именно цели могли быть преследуемы. В частности, там называется, такая версия высказывается, что это способ собрать еще какие-то дополнительные, может быть, письма в поддержку Никиты Белых от Кировчана. Я знаю, что снимали ролик здесь, по-моему, по итогам его работы. — Да какая разница? На самом деле, ну, письма, ну, мнение. Ну, что, в принципе, все люди, которые хотели высказать мнение по поводу этого уголовного дела и мнение в поддержку или не в поддержку бывшего губернатора Белых, то есть, эти люди уже высказывались неоднократно. То есть, плюс 2-3 или сколько там, я не знаю, там мнений. — 10, 20, 50. — 10, 20, 50 принципиально ничего не изменят, потому что судебное решение уже состоялось. — Но будет апелляция. — Но будет апелляция, и что... — А в апелляционной инстанции вот эти вот письма в поддержку, они каким-то образом могут быть рассмотрены? Или, насколько я понимаю, апелляция только... — Я думаю, что нет. То есть, судебные инстанции у нас достаточно сильно защищены, в том числе и от давления со стороны общественного мнения. Я думаю, что вряд ли суд будет прислушиваться просто к каким-то мнениям со стороны. — То есть, это вообще не практикуется? И апелляция идет только по материалам дела уже? Или возможно что-то? — Если бы любая группа единомышленников, собравшись и высказав какие-то мнения, имела возможность влиять на суд, то у нас бы все судебные разбирательства в стране были бы очень громкими, публичными, и все бы решалось на неких референдумах. По принципу верим-не верим, надо или не надо там садить. Но суд у нас удален и защищен от подобных влияний. Поэтому, я думаю, это вряд ли способно повлиять на позицию суда, в том числе и апелляционные инстанции. Я думаю, что это просто дело чести объясниться со сторонниками, с теми людьми, которые верят, или объяснить тем, кто сомневался или недостаточно глубоко вдавался в материалы дела, недостаточно подробно изучал, что происходит, читал стенограммы и прочее. То есть, дополнительная возможность объяснить, что же это все-таки было. Олег Ткачев, член Общественной палаты Кировской области, руководитель Центра поддержки НКО в нашем эфире в особом мнении. Сделаем небольшой перерыв и вернемся к этой теме. Продолжаем слушать особое мнение Олега Ткачева, члена Общественной палаты Кировской области. Но еще немножко по пресс-конференции супруги Никиты Белых и адвокатов по делу пройдемся. Видите, адвокат Андрей Грохотов в процессе субботней пресс-конференции зачитал обращение Никиты Белых к кировчанам. Это то, о чем мы говорим, что человек пытается каким-то образом всем жителям области пояснить свою позицию по делу. Ну и в частности, он говорил о том, что удалось сделать в Кировской области, что не удалось. Отмечает, что не все получилось сделать идеально. Какие-то проблемы были трудными. Реализация каких-то проектов растянулась. Главная цель, которую я перед собой ставила, это сделать жителей области и предпринимателей соучастниками конструктивных процессов, происходящих в регионе. Ну и упоминает там и по ПМИ, и вовлеченность в принятие каких-то решений. Насколько помню, при Никите Юрьевиче начинал действовать народный бюджет так называемый. И прочее, и прочее, и прочее. То есть не только такое пояснение по делу, но и еще желание донести свою позицию и объяснить, чем занимался человек на посту руководителя региона. Ну да, это действительно так. Если было обращение Никиты Белых к жителям Кировской области, его стоило зачитать и публично обратиться через средства массовой информации, довести до сведения максимального количества жителей Кировской области. То есть это право Никиты Юрьевича обратиться и быть услышанным. Еще один момент, который тоже с вами хотела обсудить, как с представителем общественной наблюдательной комиссии. Объясните, пожалуйста, вот та информация, которая появилась практически сразу после оглашения приговора, о том, что Никиту Белых могут отправить отбывать наказание в Кировскую область. Якобы заведено такое правило, что человек отправляется по месту прописки. В случае, когда вот уже приговор, собственно, окончательно устоит. Насколько это вероятно? Потому что вот если вспоминаешь историю с громкими какими-то сидельцами нашими, далеко не всегда по месту прописки они отбывают наказание. Действительно такая практика есть? Такая практика есть. То есть общее правило. те люди, которые отбывают первый срок, то есть по первому уголовному делу, так называемые первоходы, то есть обычно они отбывают наказание в том же самом регионе, в котором зарегистрированы, чтобы, ну, по принципу, быть поближе к кому. Давайте поясним, да, с чем это может быть связано. Это с тем, что родным проще навещать? Да, 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 да. Навещать. Чтобы родным было проще навещать, то есть в своем регионе как-то проще адаптироваться. То есть такое правило есть, но оно... Оно не прописано нигде? Оно прописано. А прописано, так. То есть у Федеральной службы исполнения наказаний есть достаточно подробные регламенты, инструкции, как поступать, каким образом определять место. То есть это зависит от сразу многих факторов. То есть в первую очередь, конечно, приговор суда, которое определяет режим колонии. То есть далее и прописка, и обстоятельства дела, но... Отступление от этого правила возможно? Конечно, отступление из этих правил возможно. Есть так называемое спецраспределение. Спецраспределение только через ФСИН России. ФСИН России может определить другой регион, другую колонию. То есть какую кажут, исходя тоже из каких-то прописанных правил и инструкций, которые у них есть на эту тему. То есть, ну, допустим, высокопоставленное должностное лицо этого региона могут посчитать, что на территории Кировской области там будет какое-то влияние, там невлияние. То есть к нему могут относиться либо хуже, либо лучше, чем положено. Не нейтрально. Да, да, да. То есть это будет решение там ФСИН России. И очень интересно, какое решение все-таки примет ФСИН России. А вот такой вопрос. ФСИН-то принимает по своей инициативе? Или кто-то все-таки должен как-то это проинициировать, с каким-то обращением выступить? По спецраспределениям там возможно обращение из разных инстанций, в том числе и по инициативе родственников. А, то есть могут все-таки родные, да? Да, могут родные родственники ходатайствовать о том, чтобы распределиться именно в Кировскую область. Или не в Кировскую. Или наоборот. И мотивировать это тем, что они находятся в другом регионе? Могут мотивировать чем угодно. Это будет одно из мнений. Могут какие-то правоохранительные органы мотивировать тем, что на территории Кировской области возможно какие-то проблемы в связи с отбыванием наказания. Какие-то лица, фигуранты. Допустим, если несколько фигурантов по одному уголовному делу, то их, разумеется, не садят в одно и то же учреждение. То есть чтобы... Чтобы они дальше не продолжали свою деятельность? Да, да, да. То есть чтобы не... Ячейка, чтобы не формировалось преступное... Преступное сообщество. На территории средств учреждения. Да, да, да. Созданное по одному уголовному делу, чтобы она не продолжала свою деятельность там вместе. Рассаживают. Рассаживают. В разные группы. В разные места. Ну, вот там очень много таких вот маленьких и больших правил, по которым там СИН Россия определяет, каким образом поступить. И очень интересно и очень важно понять, узнать. Я думаю, скоро мы, наверное, узнаем. Все-таки окончательное решение, как определяться именно там с Никитой Юрьевичем Белых. А это окончательное решение, Олег, еще поясните, пожалуйста. Будет озвучено по месту отбытия наказания после того, как приговор вступит в силу все-таки окончательно. Или до. То есть, несмотря на все там касации, эпиляции и прочее, просто обозначат место, куда отправят. Обычно после того, как вступит в силу. То есть, когда все-таки уже вступит в силу и надо будет его там определять, куда-то везти. То есть, будут принимать, куда везти. Пока не вступил в силу, там еще многое может измениться. Поэтому обозначать место, куда. Ну и хотелось бы оговорить, что конкретное место, где будет отбывать наказание, это информация так-то не публичная. То есть, название учреждения точно не озвучат, но могут озвучить регион. Вот эту информацию сообщат родственникам, и жена имеет полное право знать. А озвучить имеет ли она право? Она-то имеет право. То есть, по своему желанию, по договоренности с осужденным. Но бывают случаи, когда осужденный не желает информировать никого о месте своего пребывания. То есть, такое нечасто, но бывает. То есть, человеку, например, стыдно. И он там дополнительно сообщает, что не желаю сообщать никому. И эта информация держится в тайне. Там в СИН России никому не скажет, в каком конкретном случае. Даже родным? Или родные все-таки будут знать? Если явно будет выражено там желание, то есть, это его персональные данные, то есть, местонахождение. Если он запретит, то в том числе и родным. А как же там переписка и прочее? Если он запретит, то это от его желания. Ну, учитывая, что адвокаты заявляли о намерении пойти в обжалование приговора до самых верхов, да, я так понимаю, что информация о том, куда Никиту Юрьевича отправит отбывать на казань, еще не скоро озвучат. Я думаю, что мы все равно, рано или поздно, а скорее, там, через пару-тройку месяцев, мы все-таки узнаем. Понятно. Олег Ткачев, член Общественной наблюдательной комиссии Кировской области, член Общественной палаты Кировской области, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций у нас в эфире. Это его особое мнение. Мы сделаем небольшую паузу и вернемся в студию. Особое мнение на 101FM Продолжаем разговор с Олегом Ткачевым, руководителем Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, членом Общественной палаты. Еще одну такую важную вещь хотел с вами Олег обсудить. Накануне появилась информация, опубликовало ее издательство «Красная весна». После этого достаточно активно подключились местные средства массовой информации. Информация о том, что библиотеки Герцена в этом году впервые за 180 лет лет ее существования не выдали деньги на покупку литературы, новых книг, периодики и прочего, и прочего, и прочего. Ну, вот такая вот грустная новость. Я не знаю. Видимо, связано это с экономией областного бюджета и тем, что нам надо расплачиваться с долгами перед кредиторами за государственными. Мы неоднократно говорили, что Кировская область находится в таком печальном положении. То есть об этом говорится уже не один год, не при первом губернаторе. С каждым годом дела все печальнее и печальнее. Мы глубоко дотационны. Мы такие не одни в России. Мы не одни такие. Вот в данном сезоне, то есть в данном бюджетном году это коснулось и комплектования библиотек. Но это не только в этом году, это в ближайшие три года будет, я так понимаю. Это очень грустно. Ну, то есть сейчас это вот началось. Это очень грустно. Я думаю, что все-таки необходимо там средства изыскивать. Необходимо все-таки обращаться и к депутатам законодательного собрания, чтобы они все-таки сделали поправки в бюджет. И на такие-то нужды все-таки изыскивали какие-то средства. Олег, а кто должен обращаться к депутатам законодательного собрания? Руководство библиотеки имени Герцена? Люди, читатели? Кто? Ну, руководство библиотеки имени Герцена, разумеется, они пишут в пределах своих полномочий свои служебные записки в Министерство культуры. Вот, Министерство культуры при формировании бюджета, да и не только при формировании бюджета. То есть, они должны подать заявку на дополнительное финансирование из бюджета, чтобы делать поправки в уже состоявший сверстанный бюджет, в том числе и на эти нужды. Я понимаю, что тяжело. Я понимаю, что, чтобы взять и положить сюда, надо откуда-то отрезать. Ну, надо искать. То есть, мне кажется, что Министерство культуры должно срочно озаботиться и восполнить эту потерю. И все-таки запланировать, убедить депутатов законодательного собрания, что необходимо провести поправки в бюджет и найти необходимые суммы на комплектование фонда библиотеки. Олег, вот какое дело. Я, насколько помню, по прошлым годам не первый раз происходит такое, что где-то не хватает денег в какой-то сфере. И когда мы с депутатами еще предыдущего зазыва заксобрания это дело обсуждали, они говорили следующее. Ну, вот все отлично, конечно. Мы не злые люди. Мы готовы принять решение о том, что давайте внесем. Скажите, где взять? Где взять? У кого отобрать? Они вот так спрашивали. Вот так они ставили вопрос. То есть мы же понимаем, что если в бюджете денег нет, и мы откуда-то найдем деньги на покупку книг в Герцингу, то значит там кому-то не достанется. Да, это так. У кого отрезать? Не знаю. Вот честно говорю, не знаю. Но когда верстается бюджет, то есть у нас есть специально обученные для этого люди, там, Министерство финансов, там, экономический блок. Блок. Они сидят, читают. То есть их задача, их прямая профессиональная обязанность, то есть сбалансировать бюджет таким образом, чтобы хоть немного, но хватило там закрыть большинство дыр, там, желательно там все дыры. Я не знаю, мне кажется, что сумма, там, необходимая для комплектования книжного фонда, это не астрономическая сумма, которую там нет куда Кировской области взять вообще. Я думаю, что это решаемая проблема, это посильная проблема. Как вы относитесь к тому, что, ну, вот это не Герценко объявляет, да, и я думаю, что они об этом, наверное, даже и не заявят никогда, но возможно ли привлечь общественность в таком случае к помощи библиотеки? Ну, старейшая библиотека в регионе, там, одна из старейших в России фактически, да, историческая библиотека, остается без возможности что-то покупать. А может Герценко, как бюджетное, там, учреждение государственное, вот, объявить о сборе средств? Слушайте, ну, у нас есть... Или им запрещено? У нас есть некоммерческие организации, у нас есть различные благотворительные фонды, которые могут на себя, там, взять миссию сбора пожертвований от населения, там, в пользу библиотеки, то есть на целевые расходования средств именно, там, для пополнения фонда. Но это, конечно же, это дополнительные усилия, которые никаким образом не отменяют необходимость действовать на государственном уровне. То есть на государственном уровне это формирование бюджета, это исполнение этого бюджета, это защита, там, статьи бюджета, вот, на эти нужды, там, это обязанность государства. То есть должны подать пример в некотором смысле. Дело не в том, чтобы подать пример. Там, усилия общественности по сбору каких-то собственных, там, средств на эти нужды, да, это усилия общественности. Это всегда только лишь дополнительное. Это комплектование, там, государственных фондов, которые находятся в государственном учреждении. Это прямая обязанность государства. Это предписано и законами, законами прямого действия. Олег, высокотехнологичная медицинская помощь тоже прописана российскими законами в случае, когда она нужна в угрожающих жизнях ситуациях. Ну, мы же понимаем прекрасно, да, далеко не всегда она оказывается, иначе не собирали бы деньги на лечение детей и прочее, прочее, прочее. Да, ну, здесь, ну, не скажу, что такая же, но сходная по техническому воплощению, там, мысль. Государство обязано, но много что обязано, вот, а люди могут скидываться, кому не жалко, и помогать в этом. Ну, я думаю, что мы, представители библиотеки имени Герцена, обязательно в ближайшее время пригласим в наш эфир и все-таки подумаем, да, что мы можем сделать в этой ситуации, можем ли мы как-то помочь, есть ли какие-то шансы, вот, на то, что с точки зрения бюджета, может быть, отыграют назад или, наоборот, что-то добавят, да, Герценке. Еще одна новость, связанная с детьми, подростками, такая тема довольно интересная и с общественным мнением, между прочим, связанная. Появилась информация о том, что на уровне законодательного собрания, как раз, да, может быть, принято решение о запрете продажи электронных сигарет в Кировской области. Ну, два депутата выходят, значит, вносят законопроект. Юрий Балыбердин, мы знаем Юрия Александровича по работе с молодежным парламентом. Ирина Морозова, да, главный врач Новоавиатской больницы в прошлом, насколько я помню, да, вот. И, собственно, идея от Владимира Шабардина исходит у полномоченного по защите прав ребенка в Кировской области. Как вам кажется, вот эта вот идея с запретом, она скорее в плюс сыграет или в минус? В плюс для чего? Для детей, для подростков. Я не считаю, что это такая суперзначимая инициатива по запрету каких-то электронных сигаретов. Во-первых, не такое огромное количество пользуются этими электронными штучками. А действительно несовершеннолетние их покупают? Не знаю, не видел. То есть я видел там один или два каких-то там специализированных ларька или отдела в каких-то супермаркетах по продаже электронных каких-то этих самых сигарет. Я не увидел там больших очередей, а тем более очередей подростков стоящих за покупкой этих гаджетов. Они достаточно такие, ну, недешевые. Я не уверен, что от этого там какой-то суперотдельный вред, там вред больше, чем от обычных сигарет. Вот говорится о том, что покупка электронных сигарет в дальнейшем, когда подросток вступает в возраст совершеннолетия, 18 лет, стимулирует его к тому, чтобы начать курить обычные сигареты. По-моему, наоборот, этот гаджет для тех, кто пытается бросить курить обычные сигареты и по степени уменьшения вреда переходит сначала на электронные, а потом забывает и эту игрушку и становится просто некурящим. Для тех людей, которые первый раз начинают там и вот именно с электронных, я не знаю, как это работает, потому что нет даже... — Исследований нет? — Не исследований, и у меня даже не на что опереться с точки зрения каких-то общих знакомых, которые бы первый раз начали курить какие-то электронные сигареты и к чему бы это приводило. Мне известны примеры только наоборот. Ну, и я не считаю, что это суперглобальная проблема для Кировской области. Будет этот запрет или не будет этого запрета? — Ну, будет хорошо. — Ну, будет и будет. — Будет и будет. — Понятно. — Хорошо. Ну, и вот тема, анонсированная нами, Алексей Галкин. Кировский, как сайт «Радио Свобода» представляет его, Кировский правозащитник. Для меня не очень понятно, да, вот такое наименование. Я, насколько помню, это заключенный, который отбывал наказание в нескольких исправительных учреждениях нашего региона. Освободился и написал жалобу на действия сотрудников исправительного учреждения. И после этого был осужден повторно за ложный донос. — Да. Ну, насчет правозащитника, мне кажется, средства массовой информации слегка погорячились. То есть, мне кажется, это просто обычный осужденный. За несколько дней до его выхода на свободу в ИК-20 там произошел некий инцидент. — ИК-20, давайте напомним, где это? — В Кировской области. — В Кировской области, хорошо. — Бывший осужденный утверждает, что его ударил сотрудник учреждения, то есть у него было разбито лицо. Администрация учреждения утверждает, что травму он получил при падении с турника на зарядке. — Ну, человек, находившийся за забором, написал жалобу, то есть сообщил о совершенном преступлении, по сути говоря. — Вышел на свободу, и далее оказалось, что была проведена проверка. Проверка не подтвердила его слов, что он был ударен сотрудником исправительного учреждения. А следовательно, если он не был ударен сотрудником учреждения, то есть если преступление не совершал сотрудник, значит преступление совершил он, написав заведомо ложный донос. — Было несколько судебных заседаний, в ходе которых его со свободы взяли и снова поместили под стражу, как мера пресечения. То есть он находился в СИЗО-2, потом в СИЗО-1. Ну, собственно говоря, был приговор, и ему дали еще два года за заведомо ложный донос. — Да, и мы помним, по этой ситуации мы с вами разговаривали, да, тут даже дело не в том, был заведомо ложный донос или не было, а сколько в том, что эта ситуация становится системной, и не только в Кировской области. Да, любая жалоба, она может для заключенного, либо нынешнего, либо бывшего заключенного обернуться вот такими последствиями, да? — Ну да, да. То есть, к сожалению, все проходит именно вот так, все по такому сценарию. Ну, проверка проведена, его доводы как бы не подтвердились. — То есть человек снова был отправлен на два года отбывать наказание, теперь уже за заведомо ложный донос. — За то, что написал жалобу, он был отправлен на два года. — Так, и теперь против него еще одно дело возбудили? — Да, то есть появилось еще одно дело за оскорбление представителя учреждения ФСИН, то есть когда он был в СИЗО-2, он оскорбил в общественном месте. — Общественное место — это что? Вот в СИЗО общественное место — это что, Олег? — Ну, камера. — Камера — это общественное место, потому что человек там не один. — Определение общественного места — это находится ли рядом там? — Кто-то еще? — Кто-то еще. То есть вот сейчас в суде, сейчас идет суд, буквально там в эти минуты, где разбираются там обстоятельства, было ли это общественным местом, или там можно ли камеру СИЗО номер два считать общественным местом, присутствовал ли кто-то рядом, присутствовал рядом еще там один осужденный, который утверждает, что он это видел. А следовательно, что у Галкина был умысел каким-то образом там оскорбить и опорочить в присутствии общественности, там сотрудника СИЗО. — Чем это может грозить человеку? — Дополнительное там дело, вот собственно говоря, там санкции по той статье, они достаточно небольшие, но тем не менее. — Это штраф или это новый срок какой-то там добавления к существующему уже? — Мое впечатление, что все-таки это будет какой-то штраф. То есть добавление к сроку там, я думаю, что не подразумевается. — Такие вещи, насколько часто вообще происходят, когда вот за оскорбление сотрудника исправительного учреждения какие-то накладывают санкции? — Вы знаете, есть формально-юридическая правда, да, основа. То есть можно ли было там создать дело вот по этому составу, по этой статье в этих ситуациях. Юридически, ну да, можно. Это можно как бы обсуждать. Насколько это было оправдано с точки зрения там, а зачем? Вот даже, допустим, ну какой-то осужденный там подследственный ну обматерил там сотрудника. Стоит ли это там возбуждение по неприятной там статье? Стоит ли это столько человека часов, работают с судей, прокурором? — Тратится же время, тратится же время. — Государственная система проворачивает там все эти жернова. То есть скорее всего, я не знаю там, как будет исход дела, но если без оптимизма, то, скорее всего, будет там очередной обвинительный приговор. Зачем это все? — У вас есть ощущение, что это в качестве дополнительного наказания вот за ту жалобу или нет? — Да, мне кажется, что это там все-таки это некое вот с моральной точки зрения, вот вот мое такое оценочное осуждение, мне кажется, это такая, ну, месть системы за то, что слишком много жалоб пишет, чтобы знал свое место и демонстрация всем остальным, что будете много писать, будете много там прав качать, ну, будет вот так же. — В общем, сидите тихо. Сидите тихо от звонка до звонка. — Да. — Олег Ткачев, член общественной наблюдательной комиссии Кировской области, член общественной палаты. И руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций был у нас в студии. Мы на этом прощаемся. До свидания. — До свидания. — Особое мнение на 101FM